Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как всем вам известно, стартовал наш ивентик на слив ресурсов. Своё мнение я уже высказал в соответствующем видео. Вот ссылочка, если вам интересно, зайдите, посмотрите. Там есть советы, там есть мнение по поводу ивента, что сколько стоит. Короче говоря, гляньте, я думаю, вам будет интересно. Ну а что же касается меня, то я чё подумал, на основе, да, действительно, меня жаба давит отдавать все дни прем-аккаунта и сливать всю свободку. Ну просто потому, что я не верю в то, что мне лично с моим фартом из данного контейнера выпадет всё-таки септор, а другие машины у меня уже в ангаре есть. Таким образом, я пришёл к выводу, что я сначала поиграю на основе, а потом уже пооткрываю себе, допустим, там контейнер и, короче говоря, потрачу те бриллианты, которые заработают. Но потом меня осенило, что контейнеры-то можно открывать не только на основном аккаунте, у меня-то ещё и твинки есть. Поэтому, ребят, мы на одном из них и будем переходить от аккаунта к аккаунту и будем открывать себе максимальное количество контейнеров, которые сможем себе позволить. Конкретно на данном аккаунте мне, в принципе, не нужны ни все мои бустеры, которые здесь у меня есть в количестве прям нифига себе по количеству. Короче говоря, вот это вот всё на данном аккаунте мне не надо. И поскольку мне это не надо, я не буду на этом аккаунте играть, не буду себе переводить в реальные ценности те бустеры, которые у меня есть, я решил просто взять, слить их все на бриллианты, я не буду трогать единственное что серебро, потому что вдруг мне серебряндия когда-нибудь понадобится, да и честно говоря не вижу никакого смысла ее сливать, потому что курс не очень выгодный. Все же остальное я абсолютно не жалею, конкретно на данном аккаунте солью абсолютно полностью все, сейчас посмотрим что у нас с этого получится, ну а потом уже будем решать, что мы будем домазывать или не домазывать или просто пойдем на следующий аккаунт. Итак, у нас получилось 5800 бриллиантов, если мы разделим на 300, то у нас с вами получится ровно 19 контейнеров и 3 десятых, какая-то мелочевка останется, может быть докупим за серебро, сейчас посмотрим, за голду точно докупать не буду. Теперь что касается открытия контейнеров, можем открыть, считаем 19 контейнеров и посмотрим выпадет ли им септор конкретно на данном аккаунте. Я держу пальцы крестиком, в любом случае я получу еще сертификаты, точнее части сертификатов на коллекционные машины, некоторые части сертификатов у меня на аккаунте уже есть, поэтому в любом случае я обналичу себе эти сертификаты, получу голду и мне честно говоря золото гораздо важнее на моих твинках, чем какие-либо другие ценности, такие как бустеры, допустим, там и свободка, ну просто потому что за голду-то я точно что-то могу себе в магазине купить, типа премиумной машины и с удовольствием снять для вас обзоры свежие. Ну а что касается того, чтобы их обналичивать, так для этого у меня есть мой основной аккаунт, на котором тоже там больше тысячи бустеров каждого вида, поэтому в принципе нет необходимости там их сливать, если я могу сделать это здесь. Пока машина не выпадает, мы уже открыли очень много контейнеров, еще целых 3000, значит 10 мы еще можем открыть, 9 мы уже открыли, части потихоньку дропаются, но к сожалению прям вот чего-то такого ценного не выпадает. Я выпаду прям вообще в осадок, если мне не выпадет Септер нигде, но при этом выпадет допустим машина, которая будет красоваться в ангаре, в который я заглядываю не так уж и часто. И это будет действительно прям существенная бедняк. То, что падают осколки, кто-то очень сильно расстраивается, я же свои осколки храню и не трачу их абсолютно по одной простой причине, Потому что ребят, если вы пропустили этот момент в игре, а он был, то была возможность в игровом магазине приобретать себе контейнеры за осколки, из которых ребят выпадали не только камуфляжи и аватарчики, из них еще из этих контейнеров выпадали сертификаты на свободный опыт. И это действительно было круто. И вот я свои осколки берегу, держу пальцы крестиком за то, чтобы разработчики рано или поздно данные контейнеры вернули. На основе у меня, по-моему, уже 15 тысяч кристаллов. Я не знаю, честно говоря, много это или мало. Напишите, кстати, в комментариях по поводу того, а действительно 15 тысяч осколков это вау-вау-вау, или это просто я сам себе придумал. Итак, ребят, мы открыли все контейнеры, которые могли позволить себе. Сейчас я могу себе теоретически за серебряндию докупить. И мне необходимо докупить целых 200. Давайте посмотрим, что такое 200. 200 это у нас, в принципе, 2 миллиона 700. Я с удовольствием это сделаю. Мне не нужна здесь серебряндия в таком количестве. Мы можем открыть с вами еще один контейнер. Ну и, соответственно, обязательно перебегаем к следующему аккаунту и смотрим там. Итого на этом аккаунте мы с вами открыли 20 контов. Что я с этого получил? Я с этого получил определенное количество частей. Вот, пожалуйста, на рушечку, которую я могу обменять на 50 голды. Что, кстати, тоже мелочь, а приятно. И, в принципе, все получается. Неужели? Нет, у меня еще есть на Черчилля. И, в принципе, это тоже неплохо. Потому что за Черчилля, ребят, дают целых 500 голды. Ну что, что делать будем? Смотрим. Я, честно говоря, не помню. Если у меня на данном аккаунте это коллекционки. Так, премиумные. Вот все, что у меня есть из премиумных коллекционок. Если я правильно... Ой, господи. Премиумных коллекционок. Вот это я ляпнул. Из ПТ-шных коллекционок. Это то, что у меня есть. Ганг керриера у меня здесь нет. Но он есть у меня на основе. Поэтому, в принципе, ровно как и ружка. Короче говоря, я могу вполне спокойно, как минимум, ружку, да, там, обналичить. Происходит это очень просто. Вы заходите просто в сертификаты. Смотрите в сертификаты. Те, которые вы уже накопили. Вот они, больше сотни. Объединяете их. Только ни в коем случае не нажмите кнопку обменять. Я так уже один раз лоханулся. И скинул своего Т-34 экранированного. До сих пор плачу горькими слезами. Потому что на всех аккаунтах он, зараза, есть. А на основе я умудрился его прохезать. Именно тем, что нажал не туда, куда надо. Так, использовать. Вот я его использую. Мне предлагает начислить мне 50 золота. И, соответственно, я с этим соглашаюсь. Что же касается ганг керриера. Ну, почему бы и нет. Давайте его заберем. Мне сейчас покажет, что он упал ко мне. И, соответственно, вот он стоит. Красавец Эндеки. Но не хочу пока сдавать его за 500 голды. Посмотрим, если вдруг будет не хватать на какую-то машинку. Тогда окей. А пока пусть постоит. Ну, а мы с вами перебегаем на следующий аккаунт. Итак, братцы. Продолжаем разговор. Септер продолжает меня дразнить своим внешним видом. Появляясь на экране при входе на очередной аккаунт. Сразу запрыгиваем. Сразу в наш ивентик. Не будем тянуть кота за резину в долгий ящик. Дни према скинуть не могу. Потому что у меня их 9. Надо 14. Хотя здесь они мне в принципе ни к чему. Я уже обменял заранее свои игровые ценности в виде бустеров на 2000. И получилось, что если 2 косаря мы разделим на 300. Поскольку мы аккаунт, эти контейнеры, простите, будем открывать. У нас получается 6,6. Я сейчас открою 6 контейнеров. Посмотрим, чего не хватает. Дамажим чем-нибудь еще. Для того, чтобы хотя бы для ровного счета на данном нищебродском аккаунте открыть 7 контов. Не верю, продолжаю не верить в то, что я что-то заберу из этих контейнеров. Но черт не шутит. Продолжаю надеяться. Надежда, ребят, это наше все. Если вы даже не надеетесь, вот это уже крайне грустно. А если надежда все-таки у вас где-то там внутри теплится, то возможно вам повезет. Как мне один раз повезло из последнего контейнера выпала мне машинка 8 уровня, о которой я хотел, о которой я мечтал. Короче говоря, я был безумно счастлив и крайне сильно удивлен. Поэтому надежда, она умирает последней. Аватар, аватар, клевер удачи. Я хочу посмотреть, по-моему, аватары ж ни на что, да, у нас не меняются, если я не ошибаюсь. Но ладно. Я имею ввиду, что можно там за осколки сбить еще раз аватар. Класс. Вот, блин, лучше бы мне выпал еще раз септор. Вот два раза септор, выпавший на аккаунте, вот это было бы действительно крутяк. А так пока продолжаю радоваться тому, что получаю, что не хватает, видите, вам не хватает, не хватает для полного счастья всего лишь четыре. Слушайте, но я не вижу смысла, реально там день према это будет тридцать. То есть у меня остаток, я просто солью в никуда. Я, честно говоря, лучше дамажу шесть золотых монет. Это один просмотр рекламного ролика, почему бы и нет. Итого семь контейнеров мы открываем. И обратите внимание, я слил шесть золотых монет, а получил целых три бустера на золото. И даже если я все три боя солью, то в любом случае это будет целых тридцать золотых монет. Ну, по-моему, размен уже однозначно в мою пользу. Теперь выходим отсюда, смотрим, что у нас. Мы по пять получаем на реношечку. Мы получаем с вами... Так, хорошо. Перейти, окей, хорошо. Переходим. Так меня вот прям убедительно просят все-таки побежать и обменять. Да, больше, получается, никого я собрать не смог. Есть у меня еще части сертификатов на того же Т-28, на Мангала. Но мне повезло собрать только Рено. Ну, окей, хорошо. Нажимаем использовать, забираем свои 50 золотых. И обязательно бежим на третий мой аккаунт и посмотрим, что выпадет там. Пока мы открыли 27 контов, посмотрим, что будет дальше. И снова септер на нашем экране. И мы продолжаем за ним охотиться. Заходим сразу с вами в ивентик. Смотрим, что у нас там. Хватит меня отразить. Кстати, мне вот стало интересно. Вот этот вот мотоцикл. Это что вообще? Его можно реально забрать или нет? На секунду отвлечемся. Вернемся обязательно сейчас к контейнерам. К их открытию я просто не могу понять. То есть вот нам предлагают, да, там за осколки, допустим, приобрести контейнер с кастомизацией. Нарисован мотоцикл. Там реально мотоцикл можно достать? Или, то есть, ну, к чему это? Или это наклейка мотоцикла на ваш танк? То есть, ну, что это будет? Крайне сильно притормаживает, блин, к сожалению. Ну, ладно, подождем. Я пока мотоцикла никакого не вижу нигде. То есть, к чему этот мотоцикл? Может, он как машина, но его не рекламировали. Машину там нам показывали сколько до этого. Ну, прям вообще вот это. А давайте посмотрим, что это такое. Это атрибут ангара мотоцикл, ребят. Оказывается, вместо машины-то можно еще и мотоцикл врубить себе. Блин, вот это действительно круто. Я даже не знаю, что будет круче. Показать всем, какой ты зажиточный и поставить здесь машину. Или реально поставить сюда военный мотоцикл, который вот так вот прикольно смотрится. Как я понимаю, нет, ничего не происходит. Видите, в машинке можно хотя бы дверцы открыть. А вот с мотиком здесь уже проблема немножко. Ладно, запринтскриним для превьюшки. Ну, и побежали открывать контейнеры. Вообще, тема интересная. Я вот, честно говоря, заинтересовался. Смотрим, сколько этот атрибут стоит. Давайте вниз, вниз, вниз. Аватар, аватар, аватар. Так, камуфляжи, 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 камуфляжи. Так, аватар, аватар, аватар. Где он? Наверное, в самом низу он должен быть, ребятки. Так, аватар. Вот, атрибут ангара. Атрибут ангара мотоцикл 0,50. То есть, в принципе, 0,48 за машину, 0,50 за мотоцикл. По-моему, прикольно. Обязательно, в комментариях мне крайне интересно. И вообще, довольны ли вы тем, что у вас в ангаре, вот здесь, вот, на вот этом месте, вместо машины. На этом же месте? А, нет, вот здесь. Или здесь. Слушайте, а где он стоять будет, а? Ладно, с этим разберемся чуть позже. Открываем с вами контейнеры, ради чего мы собрались. Но может быть такой прикол, что вот здесь будет стоять мотоцикл, а вот здесь будет стоять машина. То, что машина будет стоять здесь, с этим мы уже определились. Я все-таки забегу буквально на секундочку. Вы уж простите меня, пожалуйста. Но мне реально стало, ну, прям, дико, дико интересно, куда его можно поставить, этот мотоцикл. Опускаемся в самый низ. Мы-то уже помним, где он у нас находится. Давай, открывайся быстрее. Блин, там такое количество, что пока откроется, можно посидеть. А у беременных могут воды отойти. Вот, видите прикол? Мотоцикл-то будет стоять совсем в другом конце ангара. То есть, получается, ребят, если вы получите мотик и машину параллельно с этим, то у вас будет две прикольных штуки стоять в ангаре. Да, вы на них никуда не поедете. Но здесь будет мотик, здесь будет машина. Это реально круто, ребят. Мне вот это вот, ну, прикалывает. Не знаю почему, просто какое-то такое, знаете, детское счастье. Вот, не более того. Так, смотрите, я здесь уже закинул пять тысяч. Ну, окей, хорошо, давайте будем считать шесть тысяч. Ну, тогда получается, если на триста разделить, будет двадцать контейнеров. Погнали, обязательно дамажим. Не знаю, там, голдишкой дамажим или чем-нибудь другим. Но, блин, здесь шансы реально выше получаются. Но, напомню, двадцать семь мы открыли, и машина нам не выпала. И что самое интересное, что танк нам тоже не выпал. Хотя, ну да, получается, на танк, по-моему, нет, на танк все-таки меньше процент вероятности. На выпадение, но все равно, ребят, я продолжаю все-таки верить и надеяться. Должно мне повезти. Я очень сильно надеюсь, что это произойдет именно сегодня. И я смогу снять еще и обзор на данную машину. Хотя, по большому счету, если прям вот так вот, знаете, честно подводить черту под этим танком, то это тупо копия обычного правоходного Йоха. Отличается он своим, не то чтобы, ну, внешним видом, да, то есть просто раскраской. И можно, в принципе, что-то подобное на него поставить. Справедливости ради хочется заметить, что машина своей раскраской действительно вводит в заблуждение. Когда я лично встречаюсь с Септером, он мне не нравится. Просто по той причине, что он реально даже через прицельчик становится все равно весь красный. И ты реально там туго понимаешь, начинаешь вспоминать, о куда Йоха можно пробивать. Короче говоря, раскрасочка все-таки ему на руку. Но, по большому счету, все-таки по всем своим техническим характеристикам, машина тупо одинаковая. Почему разработчики так сделали? Почему так получилось? Я не знаю. Я помню, что Септер, он был в одном из батл пассов. И мы привыкли все с вами к тому, что в батл пассе, как правило, коллекционка, которую там выставляют, это машина, которая частично чем-то отличается. Но, допустим, тот же самый ганкерриер взяли за основу, немножечко ему подтянули ТТХ, и получился очень бодрый, классный дредноут, который в чем-то, безусловно, чуть-чуточку уступает ганкерриеру. Но все-таки лучше, ребят. То же самое касается и того, что делали с Тиграми. Взяли Тигра 131-го и сделали из него ледокола. То же самое касается и других машин, которые были М6-го. Но все-таки, ребят, вот с Септером, я так понимаю, что это были, вот знаете, первые такие вот попытки, первые пробы пера у разработчиков сделать какую-то интересную машину. Поэтому они просто взяли, разукрасили и получился Септер. Если бы они ему хотя бы добавили там чего-то по ТТХ орудию, вот это было бы действительно приятно и интересно. Что мы имеем? Мы имеем, что нам не хватает всего лишь големы. Нам не хватает 13 голды или я могу 450 тысяч целых слить. Да нет, я лучше все-таки за голду дамажу, по той причине, что опять-таки это, ну грубо говоря, там 3 просмотра видоса. Почему бы и нет? Не выпала машина, но своих 20 контейнеров, ребят, мы открыли. И пока мы этим занимались, меня осенила интересная мысль. А нафига мне столько бустеров на основном аккаунте? Тогда побежали, обменяем их и обязательно откроем еще кондов. Итак, друзья мои золотые, добежали мы до основного моего аккаунта. Смотрим, что у меня есть, чего у меня нет. У меня просто такие валом бустеров. Ну, прям такое количество собралось, что я для себя понимаю, что я эти все бустеры, ну, навряд ли обналичу. У меня целое 1670, грубо говоря, бустеров на боевой опыт. То же самое касается опыта экипажа. У меня очень много бустеров на свободку. И для того, чтобы выкатать все эти бои, мне понадобится, ну, прям огромное количество времени. Я не сижу в игре по 8-10 часов, чего и вам, по большому счету, не рекомендую. Все-таки реальная жизнь, она тоже должна существовать. Но пару часиков в день я игре уделяю. За пару часиков в день я могу откатать, ну, пускай 50 боев. Ну, 60. Но, реально, в таком количестве бустеры мне ни к чему. Сливать свободку, ребят, я точно не собираюсь, ровно как и серебро. Потому что серебро надо будет опять фармить, да и курс не сильно приятный. А что касается свободки, так я ее коплю, потому что знаю, что выйдет к лету веточка ВЗ-55. И я обязательно буду ее прокачивать, потому что я очень хочу себе новый тяж в коллекцию 10 уровня. Что касается голды, понятное дело, мы ее сливать не будем, но ровно как и дни према. Потому что дни према помогут мне как раз набивать себе серебряную копилку и свободный опыт. Поэтому, ребятки, сливать будем именно бустеры. Сколько бустеров сольем? Сейчас посмотрим. Я посчитал, что, в принципе, 10 раз открыть конты 3000, 20 раз 6000. Смотрим, на что мне хватает. Мне хватает, если я буду бустеры опыта открывать, то, соответственно, ну сколько там получается у меня? Суммарно будет у меня 5328. Но жировать прям на все меня жаба давит, поэтому я думаю, что мы возьмем просто вот так вот 3 косаря. Вот, ровняк. Все супер. 940 бустеров скидываем и обмениваем их, соответственно, на 3000. Теперь заходим вот сюда. Нет, минуточку. Ну, хотя опыт экипажа тоже мне, по большому счету, зачем он мне в таком количестве. Опыта экипажа нам, в принципе, не занимать. Поэтому мы добавим здесь, ну, наверное, ну не то, что по максималочке, но, допустим, там на 900 для того, чтобы взять себе 3 конта. И, соответственно, заходим еще в бустеры свободного опыта, которых у меня тоже, можно сказать, попкой жуй. И, соответственно, здесь у нас не получится прям такое большое количество бриллиантов, как с предыдущими бустерами, потому что курс немножечко другой. Но я думаю, что своих, допустим, там, тысячу, допустим, 200, да, блин, как тяжело выбрать-то все-таки. Так, обменять. Итого у нас получается, считаем, 5150. Что-то я, по-моему, промахнулся. 5150 мы делим на 300 и получаем 17 контейнеров. 17 контейнеров. 3 конта не хватает. 3 конта, 3 конта. Ладно, открываем и потом еще докупим. Будет просто проще посчитать. Начинаем открытие контейнеров. Я вот сейчас прям сильно-сильно начинаю переживать, потому что это основа. И если мне на основе хотя бы выпадет машина... Кстати, обратите внимание, на машину, сливая вот это все, я все равно не смог собрать нужное количество бриллиантов. Поэтому покупать машину за бриллианты это не совсем вариант. Плюс к тому, у вас есть, допустим, как в моем случае, целых 20 контейнеров, из которых, возможно, выпадет. А 20 контейнеров это немало. Я понимаю, что и процент выпадения, как бы там, скудный. Но все же. Открываем дальше. Блин, ну выпадай ты уже, ну зараза ты красная. Ну что ж такое-то, в конце концов. Ну должно ж, блин, хоть немножко фарта быть в этой жизни. Но не может быть такого, что, блин, я не достану из такого количества контейнеров ни машину, ни танк. Ну, блин. Будьте вы людьми, ну подкрутите там что-нибудь хотя бы худосочному ютюберу. Я не настолько богатый, не настолько зажиточен, чтобы мог вот так вот просто разбрасываться ресурсами и в отместку ничего нормально не получать. Ну окей, мне падают бустеры на золото, я их обналичу и, в принципе, там получу чего-нибудь. Допустим, там с 5 бустерочков смогу забрать минимум 25 голды. Но всё равно, ну что такое 25 голды, по большому счёту? Не, понятно, что с миру по нитке голубу верёвка, но, блин, ну так хочу машину. Ну, ребят, ну пожалуйста, а? Разработчики, вы слышите меня? Ну будьте вы людьми! Слушайте, вы знаете, мне порой кажется, что у меня реально что-то не так с моими аккаунтами. Вот серьёзно, вот. Ну не может быть такого, что, блин, у всех что-то падает, все мне пишут в комментариях. У меня выпал там, блин, могильщик со второго или с третьего раза. Реально, я крутнул по несколько раз рулетку на всех своих аккаунтах. Даже на тех, которые вы там не видели в моих видео на канале. И мне ни хрена не выпало. Ну серьёзно, ну мне только выпадали, блин, серебряные монеты по минималке и максимум 2000 свободки. Всё, привет. Сушите лапти, блин. Так, мы говорили о том, что мы открыли 17 контейнеров, ещё 3 нам надо. Мне получается надо 850 бриллиантов для того, чтобы открыть 3. Понятное дело, что я буду сливаться бустерами. 850. 850. Сколько здесь получается? Нет, не получается. Представляете, 2 не хватает. 2. Обломчик, да? Так, ладно, хорошо. А если вот так вот обменять? Ну и посмотрим, где тут можно 2 взять. А 2 здесь нигде нельзя взять. 2 здесь надо победить мне и получить знак классности. Ладно, бог с ним. Слушайте, но я-то в принципе не облысею, да? Если я солью вот так вот, вот так вот я солью 1, у нас получится с вами нормальное плюс-минус ровное количество. И открываем ещё 3 контейнера. Барабанная дробь. Первый контейнер. Из первого контейнера нам выпадает... Ни хрена нам не выпадает. Из первого контейнера нам выпадает наружку сертификатик. Ну уже хорошо, окей. Может у меня сейчас хватит. Всё-таки частей сертификата наружку. Кстати, опять не выпадает. Для того, чтобы обменять и 50 голды хотя бы получить в виде компенсации. Последний контейнер. Блин, ну давай, давай, падла! Нет, не получилось. Ещё 1 части сертификата и бустеры, кстати. Короче говоря, получается вот такая вот петруха, ребят. Мы открыли с вами ни много ни мало 67 контейнеров. Я вообще даже не буду на калькуляторе считать, сколько надо для того, чтобы 67 контейнеров открыть на одном аккаунте. То есть какое количество знаков классности вы должны получить, ну либо какое количество каких-то ресурсов вы должны слить для того, чтобы получить возможность открыть 67 раз данные контейнеры. Используем, забираем 50. Всё, ребята, это в принципе максимально то, что я смог собрать за 67 контейнеров. Напишите о своих впечатлениях по данному мини-ивентику. И, кстати, не совсем правильно говорят те ребята, которые говорят, что это не ивент, это игровое событие. Это ивент. Он бы не был ивентом, а был бы игровым событием. Если бы вам не давали возможность зарабатывать золотые слитки и бриллианты, играя в боях. Вот если вы не играете в боях, а просто вот здесь бы всё сливали, тогда да, тогда это игровое событие. А так, мои друзья, я желаю всем и искренне желаю, чтобы вам повезло гораздо сильнее, чем мне. Чтобы вы достали самый жирдос, какой только можно забрать с этого ивента и обязательно об этом написали в комментариях. А на данный момент у меня всё. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. Фарта и обязательно спокойствия. Пока-пока.